Всем привет! С вами снова Константин Калуцкий и сегодня мы продолжаем наш разговор о Лиге Наций по футболу и сосредоточимся на центральном матче игрового дня, где сошлись Голландия и Италия. Возможно, многие скажут, что сейчас эти команды далеки от былого могущества и былого величия, но с другой стороны, в этом есть и определенный интерес. И голландцы, и итальянцы сейчас пытаются возродить свою мощь, свою силу. Обе команды подготовили очень талантливое молодое поколение, и у тех и у других есть настоящие звезды европейского футбола, и пора бы этим коллективам как следует о себе заявить. Поэтому было интересно посмотреть на то, как они будут противостоять друг другу. И давайте проанализируем эту встречу, по полочкам ее разберем и сделаем какие-то выводы из данной игры. Хочу напомнить вам, что специально для вас был создан телеграм-канал PegasBet, в котором публикуются бесплатные прогнозы на спорт, которые помогут вам заработать. Все открыто и честно, а самое главное по статистике, проходимость прогнозов более 90%, что гарантирует вам постоянную прибыль. Так что, не теряя ни минуты, заходите на телеграм-канал по ссылке в описании и начинайте зарабатывать. Ну и начинаем мы со стартовых составов. Если говорить о Голландии, здесь все предельно просто. Команда в первом туре добилась победы, ну и в общем-то есть старое футбольное правило, победный состав не меняют. Вот и здесь исполняющий обязанности главного тренера голландской команды Lodewijks не стал делать каких-то масштабных изменений. Фактически всего одна перестановка произошла, вместо Бергивейна появился Ван Дебек. Но эта перестановка была весьма и весьма показательной, потому что в предыдущем матче центр поля образовывала тройка в лице Де Йонга, Дерона и такого футболиста, который немножко выделяется здесь, это Вейналдум. Если бы он был Де Вейналдумом, тогда была бы вообще красота, но так все равно получается неплохо. И вот в этой встрече, для того, чтобы, так скажем, дополнить количество игроков с приставкой Де, появился здесь еще и Ван Дебек. Игрок, который стал третьим центральным хавбеком, ну а что касается Вейналдума, он формально сместился ближе к флангу, хотя, понятное дело, при необходимости он мог оттягиваться в защитную позицию и поддерживать опорную зону. Поэтому здесь, если учитывать Вейналдума, у Голландии было сразу фактически четыре опорника. Ну, скажем так, четыре футболиста, способных сыграть в опорной зоне, то есть состав был во многом оборонительный. В атаке появился Де Пай, что тоже весьма характерно, без чистого классического центра форварда, хотя у голландцев в последнее время с этим вообще большая проблема. И вот Де Пай на острие в качестве ложной девятки. И здесь же Куинси Промес. Обращу ваше внимание, игрок, который в свое время в Севилье действовал на позиции крайнего защитника, то есть тоже футболист с оборонительным опытом. Мы видим, что голландцы, с одной стороны, выпускают состав вроде как достаточно наступательный, есть с кем атаковать, но при необходимости все эти футболисты способны отпахать в обороне. Ну и, собственно, защита. Это, разумеется, Вирджил Ван Дойк, Аке на позиции левого защитника непривычные, но что делать, приходится как-то выкручиваться у голландцев в фланге обороны. Это уязвимое место. Велтман на позиции второго центрального и Хатебер. Одноклубник Алексей Миранчука, футболиста таланты на правом фланге в воротах Силеса. В общем, как я сказал, всего одна перестановка, но весьма характерная. Вместо Бергвейна, атакующего футболиста, появился Ван Дебек. Игрок, способный закрыть самые разные позиции, но в первую очередь он отличается от Бергвейна большим оборонительным инструментарием. Поэтому здесь в каком-то смысле, получается, голландцы перестраховывались. Хоть и играли у себя дома. Что касается итальянцев. У них ситуация иная. Они во многом сенсационно потеряли очки с боснийцами, поэтому здесь предстояли массовые перестановки. Из стартового состава предыдущей встречи осталось всего четыре игрока. Это Банучи в центре обороны, Боррелла и Инсинье. Остальных всех нафиг из состава. Если бы хотел Манчини, он бы их вообще в Сибирь, наверное, сослал после матча с боснийцами. Тем более Манчини знаком с нашей страной прекрасно. Но, так как сейчас либеральные времена, он их просто отправил в запас. И поставил в основу новых футболистов. В защите вместе с Банучи вышел старый его приятель и боевой товарищ Кьеллини. Спиноцоло и Диамброзио на флангах. В центре поля, в связке с Борреллой, который остался на поле, появился Локотелли и Жоржиньо. Жоржиньо очень важен, потому что этот игрок способен быть классическим таким реджистой, углубленным плеймейкером. Ну и в атаке появился Инсинье, Имобили и Дзаньйоло. Кстати, да, я оговорился. Нужно отметить, что в предыдущей встрече в основе вышел Инсинье, а не Имобили. Это моя оговорка виноват. Но так или иначе. Все равно изменений было очень много, и в результате состав практически полностью обновился. Ну и хотелось бы отметить, что футболисты Сквадро Адзурры очень правильно поняли посыл Манчини. То, что он посадил на скамейку практически весь состав, игравший с босницами. Итальянцы вышли на эту встречу как на настоящую войну. Из самых первых минут было заметно, что Сквадро Адзура куда больше настроено на этот матч. Что они, несмотря на выездной статус, хотят рвать, метать и уничтожать соперника. Если говорить по факту, за счет чего итальянцы добились преимущества в первом тайме, то мне бы хотелось в первую очередь отметить, конечно, настрой, физику, давление, прессинг. И, знаете, вот общую интенсивность игры, скорость, стремительность. Вот это все было на стороне итальянской команды. И, в принципе, она смотрелась очень симпатично. Если говорить о статистике, то здесь полное преимущество итальянцев. По основным показателям 60 на 39 процент владения, 9-3 по ударам, 3-1 попадание в створ. Поэтому, хоть итальянцы и забили под самый занавес первого тайма, я считаю, что этот результат по итогам первых 45 минут полностью оправдан. Да, итальянцы были намного круче. За счет чего они растаскивали игру соперника? Ну, во-первых, за счет очень вариативной работы иммобили. Казалось бы, Чиро многие считают очень классическим центрфорвардом с ограниченными, так скажем, функциями. И многие считают, что поэтому он не заиграл там в Баруси, в Севилье и в хреновые тучи других коллективов. И что не каждый тренер найдет к нему подход. Вот, на мой взгляд, Манчини очень удачно раскрывает этого футболиста как вариативного игрока атаки. И в первом тайме, только в первые 45 минут, он выдал три ключевые передачи на обострение. И, собственно, голевую передачу. И он был лучшим созидателем в составе обеих команд, в принципе, в этом матче, по количеству обостряющих передач. И таким образом иммобили, барражируя от фланга к флангу, смещаясь в глубину, смещаясь в полузащиту, открывал дополнительные, так скажем, зоны для футболистов, в том числе центра поля. То есть за иммобили сразу бежал один из защитников Голландии. И тут, ну, чаще всего оставался на подстраховке Ван Дайк, он оставался зачастую в одиночку против целой группы футболистов Италии, которые врывались в штрафную. И вот эта тройка центральных авбеков, Жоржинио, понятное дело, исполнял роль Реджисты, он действовал в глубине, а вот Боррелла и Локотейли достаточно много включались в атаку и пытались, вот знаете, маневром Аарона Рэмзи включиться в наступление и внести сумятицу в рейды соперника. И в результате первый гол, это как раз-таки Боррелла, который устремился в атаку в тот момент, когда иммобили сместился, иммобили сделал подачу, Боррелла забил. То есть вот два этих направления, они полностью сыграли. И включение центральных авбеков в наступление, и маневр иммобили, который уводил за собой защитников. Ну и хотелось бы отметить, что итальянцы таким образом полностью реализовали свое физическое преимущество. Вообще, если посмотреть первый тайм, то это было полнейшее доминирование на втором этаже. Здесь итальянцы выиграли 100% верховых единоборств. Честное слово, впервые столкнулся с таким доминированием вверху. Никогда такого не было, и вот пожалуйста. На самом деле итальянцы оставили сильное впечатление, а вот голландцы, ну они в атаке практически отсутствовали. Мне кажется, что потеря Кумана все-таки сказалось на команде. И хотя Ван Дайк и другие футболисты обещали, что мы продолжим начатое Рональдом Куманом, что мы будем играть так же, как и раньше, чувствуется по команде, что здесь не все хорошо. Что не все здесь отстроено, что не все здесь идеально. И поэтому команда очень часто просто не знает, что делать с мячом. Хотя они и мяч-то толком не контролировали в этой встрече. Итальянцы по итогам обеих половин, и первый, и второй, добились колоссального преимущества в проценте контроля. Ну и хотелось бы отметить очень эффективное использование итальянцами флангов. Спиноцоло, крайний защитник, отметился потрясающим количеством обводок. По-моему, он вообще лучше дареблен этой встрече. Крайний левый защитник. Другие футболисты так же много шли вперед, так же активно поддерживали атаку. Если брать Инсинье, то он так же был неудержим, наносил опасные удары в стиле Робена, со смещением в центр и ударом в обводочку. Короче, крайний на флангах тоже был полный перевес на стороне итальянской команды. Они очень умело били голландцев, а те вообще как будто и не знали, как отвечать на это все. Во втором тайме голландцы, понятное дело, активно применяли замены. Но даже они были какими-то странными. Вот, например, Ван Дебек. Он создал шикарный момент, чтобы забить. Донарума там с трудом потащил удар этого новичка Манчестер Юнайтед. Вот пошла у него игра. И тут его снимают. Через две минуты после этого эпизода. Какой смысл вообще? Почему именно вместо него должен был выйти Бергвейн? Возможно, кто-то скажет, что тренер решил еще до этого эпизода, что нужно выпустить Бергвейна вместо Ван Дебека. Ну так поменяй свое решение. Ты имеешь право даже за секунду до замены сменить игрока, который должен уйти из поля. Оставь Ван Дебека, если у него пошло. Зачем его менять? В итоге Бергвейн что был, что его не было, мало что он здесь поменял. Вторая перестановка, как видимо, вынужденная. Потому что Дюмфриз вышел вместо Хатебора на правый фланг обороны. Ну, а если это тактическая перестановка, то я ее вообще не понимаю. Чем тут Хатебор не устроил в данной ситуации главного тренера? Когда нужно менять атаку, он перестраивает оборону? В общем, здесь, если это не вынужденная перестановка, то это явный провал главного тренера. Единственная более-менее ясная замена, это когда в концовке вместо Аки вышел Де Йонг, мощный нападающий вперед, толкаться, пихаться, так скажем, таранить оборону соперника. Но было уже поздно, времени было очень мало. Италия во втором тайме контролировала ход встречи и умело создавала свои эпизоды. Мойзе Кин, вышедший по ходу первого тайма еще, вынужденная перестановка, мог дважды забивать. И во втором эпизоде, что весьма показательно, Де Йонг, один из самых надежных футболистов голландской сборной, фактически отдал голевую передачу на Мойзе Кина, но тот не смог таким подарком от голландцев воспользоваться. Понимаете, когда Де Йонг вот так вот ошибается, футболист Барселоны на ровном месте, это как бы уже говорит о полном развале игры. Голландцы в этом матче просто отсутствовали. Итальянцы были наглого сильнее и поэтому победили. Как мне кажется, потеря Кумана может стать фатальной для сборной Нидерландов. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб канал и следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.